Эй! Как настроение? 10 из 10 отлично. Честно говоря, я сегодня устал. Как-то четверг чувствуется. Это все Юра. Он меня, короче, оставляет работать за него. Ну да. Я вчера проверял ваши домашние задания. И сегодня проверял. Я устал. Если быть точным, вчера было 63 управленных работ. Сдано было штук 10, наверное. Сегодня еще 45 привалило. Сдало, наверное, почти из них штук 35. Мне кажется, до сих пор они там пребывают в свое время. Не знаю. Вот. Те, кому я сказал, что там, ребята, исправляйте комментарии, может с меня не обижаться. Просто, когда ты проверяешь все три работы, ты не хочешь просто сидеть 4 часа там проверять. Поэтому у меня алгоритм был простой. Я открывал полриквест, смотрел, если были комментарии. Если человек пытался их исправлять, то я еще присправился там, исправил ли он то, что хотел. Вот. И все. Если там не было ничего, я такой, чувак, исправляй. Вот. Поэтому так будет впредь. В принципе, все задачи всех работать. Вообще, я, наверное, сделал небольшую глупость, не сказав, по каким он ставил гайдам это все проверяется. О, у меня же нет интернета. А что это? Как? Сейчас. Записи есть. Записи уже есть. А интернета нет. Давайте, пока я настраиваюсь, пять вопросов. Номер один. Ты спросил, что партнер доставили? Нет. А прикольно, где они были даже, интересно. Ладно. Номер один. Всем было все понятно, все работало, все было хорошо. Скажи, по-моему, всегда определить метод. Или определить метод? В классе. В классе. Я не до конца понял вопрос, но сейчас покажу. Ну, точнее, пытаюсь. Я думаю, что тут просто есть два. То есть, допустим, у тебя есть класс А. И у него есть метод фу. Что ты хочешь сделать? Нужно побольше классов А. Ну, неважно, футс-бар. То есть, ты хочешь сделать фу и пусс-бар 2? А, в смысле, там должны какие-то параметры быть А, В. Такой же класс. Никак. А что ты пытаешься сделать? Давай начнем с этого. Ребят, потише. Полимархизм делается помощью наследований. То есть, если у тебя есть класс С, и ты это на следующий класс А, и тогда сделаешь футс-бар 2. Но это полимархизм. Ну, точнее, не полимархизм. Ну, будет бар 2. Но это в классе С, не в классе А. А какую проблему ты решал? Давай начнем с этого. Да, это разный класс. Окей. Кто-то еще допил. Ну, вопрос номер 2. Три. Три? Нет, первого не было. Первый был простовой, нечестно. Ну, давайте. Никому ничего интересного? Такие типа, все понятно, все классно. Давай. Если хочешь сделать вечный цикл, то надо сделать loop-do. Ну, loop-do. Как можно было домашнее сделать прерывание по нажатию клавиши? Прерывание по нажатию клавиши. Да. Все, что я пробовал, ну, это чем все-таки, он ты останавливал выполнение программы, ожидал года. Смотри, вообще, на самом деле, прерывание делается более интересно. Ну, вообще, прерывание для моей команды, будь что, что там, матрикс, да, у нас все матриксы. В Linux делают помощь и сигналу. Да, то есть, когда ты нажимаешь control-c, это как бы не нажать у кого-то там плавиши, а нажать, если это, это значит, что я передаю сигнал этому процессу. Вот. И тут мы уже уходим в обработку сигналов процесса. руби. Я, честно говоря, давно это не делал, но если ты получил руби процесс, хендинг, то нет, процесс, ну, можно сказать, сигнал. Хендинг. Хендинг. Что-то такое получится, наверное. Ну, вот, то есть, ну, скорее, мы даже вот какая-то там статья первая. Там показано, что там есть такие штуки, специальные, трэп, которые ты можешь как-то словить этот сигнал, и отработать. То есть, грубо говоря, если у тебя есть, не знаю, программа, которая, давайте предположим, что у нас есть руб, ду. Такой быстрый, импромизированный. У нас есть трэк. Как называется сигнал, который вот control-c, например, помнит? Сейчас помню. Control, я не помню, здесь сигнал вообще в целом. руби. Ну, вообще, мы можем сделать просто. Трэк, ну, control-c, это kill, нет. Сейчас, 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 сейчас. Вот она. Трэн, по-моему, это имп, или терм. Наверное, терм. Ну, грубо говоря, короче, у нас есть какая-то, какая-то штук, которая убит, там, где-то еще. Можно сказать, хочу вот, выводить 3, сделать exit. И здесь ты будешь говорить 1, slip, 1. Не факт, что это заработает, но давайте просто проверим, где я вообще нахожусь. В 1.1. ruby1.rb. Вот, я увожу, и вроде как, типа, если сделать c, но только что, это интерап, почему-то. Ну, в общем, это, например, будет так. Я не верю, эффективность, то есть, грубо говоря, есть трэп, есть какие-то обработчики, потом есть еще такой-то код программы, не более чем. Ну, обнажать сигнал в тагетчар, то есть, ожидает ввод и передает информацию, там все просто. Это трэп, трэпы. Окей, вопрос хороший. Вопрос номер 4. Мы не уйдем, пока у него есть еще два вопроса. Поэтому придется их придумать. Нет? Ну, давайте, кто-нибудь. Я люблю общать на вопрос. Можно что-то разного создавать, допустим, сдавлю я домашку. Были такие, когда я провел домашку, то же было по-какому принципу, когда у if одно условие, лучше писать его в одну строку, использовать в другой написанте или или. Как ты делаешь? Еще раз вопрос? По-какому домашку, когда у вас придавал такую ошибку, если у if одно условие, написать if в одну строку, используя двойная амперсант либо и в другую две? Ну, то есть, если у тебя есть что-то типа if a больше b, там, puts 3, да, то я надо дарушить вот так. А, написал типа сделай это используя А, ну да, он бы сам вот так она делась? Да, вот так она делась. Ну, скажем так. Это, наверное, есть какие-то такие, опять же, я хотел открыть вам, показать. Есть определенные соглашения в рубике, а мне есть как писать правильный код. Рубик говорит, он огромный, реально, то есть его читать, тут прям вот можно его читать, 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 читать. Это о том, как правильно писать код, не только стилистическим, некоторыми моментами, там, как-то что. Тут прямо во всем, начиная от того, какие пробелы ставить и так далее. Тот бот, который вас проверяет, на самом деле, он многие правила придет отсюда. При этом, самый прикол, что этот гайд, который сделан, он сделан людьми, то есть люди могут там запуливать какие-то изменения, какие-то обсуждения идут, типа там, будем это делать, не будем, ну и бла-бла-бла. Вот. При этом прикол в том, что вот даже если проверить весь гайд, я вот не совсем согласен здесь, допустим. Вот. Поэтому, возможно, боту кажется, что так вот правильно. Оно, в принципе, выглядит довольно логично, то есть, типа там, если обоих, вот. Но, реально, вот, если говорить с точки зрения чтения, а больше будет, ну, мне нравится больше, я бы сказал, что за это. Вот. Как-то так. Реально, если подумать, то скорее всего эта штука будет работать быстрее. Или нет? Нет. Не будет. Хотя не знаю. Надо смотреть по этому тоже. Ну, да, то есть, как бы, я говорю, когда я проявил домашние знания, я смотрел, что там написали эти боты, потому что они там бывают какую херню и пишут, и если там, то есть, была какая-то херня, которой я там не согласен, то, ну, окей, то есть, это нормально. То есть, если на что-то не согласен, то абсолютно там догладно, если ты можешь снизить. Вообще-то, многие вещи вполне грамотные, все такие штуки делаются. Окей. Последний вопрос, и мы начинаем. УКВ. Почему здесь УКВ просто стоят на одном, ну, со словом здесь? Почему бы не было? Ну, так, конечно, понятно. Ну, так договорились. Нет, на самом деле, с точки зрения читабельности, так же лучше, нет? То есть, как бы, конечно, что надо делать кейс, потом сделать ван здесь. Ну, типа вот так. Ну, вот он автоматом так поставляет, да? Нет, нет, автоматом так поставляет и так, это я уже руками подправил. Ааа. То есть, я пишу сейчас кейс and, и вен он мне подправит. Видишь? Правда. Реально только потому, что кейс сейчас какие-то числа, и так просто прикольнее читать. То есть, как ты видишь, что у тебя кейс вен так, а так у тебя получается еще какая-то диспробость, что ли? то есть, вот так вот. Ну и, не знаю. Так же, такие же правила и для if-а, else-if-а, то есть, там тоже все на одном уровне. Почему-то else-if делать не чуть дальше. Не знаю. Вот. Ну, оно вот так. Причем как-то там именно, наверное, сам мульт в том, даже предположу, что если ты делаешь два здесь, то когда у тебя многострочный, да, то у тебя надо еще вот здесь, там, плюс три. И тут какая-то пирамидка получается такая странная немножко. То есть, реально зачем тебе выделять кейс стилистически двумя пробелами, когда, ну, так же гораздо проявленнее, что вот кейс, тут пошли условия и так далее. Ну, опять же, так договорились, так выглядят лучше с точки зрения большинства разработчиков. Вот на рубе, наверное. Окей. Как я говорил, на вводном занятии у нас каждое, там, четвертое занятие будет посвящено какому-то взаимодействию, что ли, с вами. Иногда мы будем играть каким-нибудь прикольным на рубе. Иногда мы будем писать тесты, что все не любят. Вот. Так, сегодня у вас много, и тут прям, ну, мы не можем взять все вместе и программировать. Это было бы безумно. Ну, попробовать как-нибудь, это же интересно. Вот. То, традиционно, первое, четвертое занятие, мы рассматриваем домашние работы, которые вы сдали. Вот. Я вчера когда проверял, я тут себе накликался 16 штук. Вот. Скорее всего, ваша здесь, в одном списке. Вот. Таких халтурщиков я не брал. Вот. Ну, потому что неинтересно. Тут какие-то более интересные моменты, которые я хотел бы с вами осудительно вам указать. Ну, и что-то так посмотреть. В общем, мы попробуем все позапускать. Я не гарантирую, что все заработает. Но будет даже весело и интересно. Если мы совсем очень быстро разберемся, и у вас будет... Опять же, я сегодня открыл к диалогу, сегодня такая ледяная лекция. Сегодня вы там можете кричать, это полная херня, я делал лучше. Вот. Или там. Или я увидел другое. Хотел бы сегодня построить в форме какого-то диалога, общения со всеми. И если мы это все сделаем быстренько, у вас останется время, я вам объясню, как сделать вторую домашку. Не с точки зрения, что я вам прям объясню, как это сделать, а то, что от вас хочу. И вообще поговорим про вторую домашку, потому что... Ну, то, что вот была первая, она была такая, ну, начальная. Надо было вообще что-то просто Руби запустить. Вот. А вторая уже будет посерьезнее, там надо будет уже подумать, побегать, помызговать. Поэтому задут ее не все. А ей на тебе надо подвести статистику курса. Помните, интересно, как нас посещают люди? Ну, то есть, именно как... Сейчас, наверное, они... Ну, ладно, потом покажу. Ну, там реально такая кривая нарисовалась, такая клевенькая. То есть, в самом, через четыре занятия мы должны влезть в нашу любимую историю уже и начинать в 7 часов вечера, а не в 8.20. Окей. Начнем с домашек. Начинаем почему-то с конца. Ну, кто позже сдал, тот и виноват. «Есть ли товарищ...» «Есть». «Есть». «Как ты это произносишь?» «Да». «Отлично». «Вот этот товарищ у нас есть, да». «Ну, во-первых, молодец. То есть, реально комментариев бота было много. Видимо, все одинаковые были, да?» «Ну, почти». «Да, там какие-то интентации. Вот. Это все классно. Мне очень нравятся хамиты. Они очень такие многогранные. Наверное, это почему я обратил внимание. Смотри. Ну, старайся все-таки... Я понимаю, что ты бомбит иногда, и хочется... «А-а-а! Сдолбало!» Вот. Но как-то... Ну, делать... Если такие штуки делаешь, или люди вы делаете в будущем, да? То есть, бывает такое, типа, там надо вот много наколбасить, то бот вас не пропускает. В гите есть такая замечательная штука, называется git-стэш. Ну, кто git знает, кто не знает, грубо говоря, она может там какой-то ваш коммит, или какое-то количество коммитов соединить в... Ну, все вместе. То есть, допустим, если мы сделаем сейчас... Сейчас... Ой, git-стэш. Фу, я вам наврал. Вот тут у меня прям git... Squash. Сейчас. Покажу... Покажу... Покажу из прикола. Ты считаешь, что на тебя будет история, наверное, есть, да? Сейчас мы его склонируем. Я прямо на тебя потренируюсь. Эээ... Тебя, небось, зовут вот так. Ну, там вот так, конечно. Эээ... Смотрите. ТМП. Гид-клун. Паранат. Как зовут? Я просто по имени. Ватта. Ну, вот, ну, как бы, как видим по... 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 Ну, то есть... Ну, прям много-много было, да? Я сражался с ним. И, вроде, закончилось и прошло. И, так как я, наверное, не знал, как сделать, отправил вот так. Реально можно было сделать очень интересным образом. Есть такая команда git rebase минус i и там head тильда там 8. Вот. Выглядит даже как магия, да? Это там минус i. Эээ... Кто вообще как понимает, что делает git rebase? Ребазирует. 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 А git гитирует, наверное, да? Вот. Нет. Все довольно просто. Если посмотреть, как делать git rebase, то... Как вам это сейчас объяснить на примере? Чтобы так было прям понятно. Ну, давайте посмотрим дерево проекта. Какого-нибудь. Большого проекта. Они там обычно все очень интересно. Rails Rails. Тут есть бранчи. нет. Это как-то contributions. А, нет. Все. Фокус. Так. Оп. Ээээ... Что это такое грустный? GeoDevice. Давайте его посмотрим. Оп. Да ладно. Здесь какой-нибудь гем, который... О, курсос. Вы все его использовали. Большую часть его использовал. Гео курсос. Так он называется вроде. Через полный визажер. Во. Хорош. У него меньше форков. Можно его посмотреть будет. Смотрите. В чем идея? Когда вы разрабатываете какую-нибудь фичу, приложение что-нибудь, у вас всегда есть метка, которая основная. Да? Это мастер. Как мы знаем GT. Смотрите. Высвоение называется в Транг. В Меркурии это называется пик знает как. Но это не используется в Меркурии. Вот. Но прикол в чем? Прикол может существовать. Такая ситуация, когда вот вы так прям, ну, начали разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать. А тут бац, какой-то злой дядя пошел и вот ваш мастер, то есть вы начали веточку аккуратненько, там начали что-то сделать. А потом ваш мастер взял и подвинулся вперед. Ну тут я там сделал фичу и залил я. И тут получается такая ситуация, что вы немножко отстали. Ну, потому что там уже какие-то библиотеки добавятся, что угодно поменяться. А вы еще на этом состоянии. Вот. Для этого, как бы, ну, есть два способа. Первый способ это взять эту веточку, завести их себе вот так сюда, типа, ну, скрестить их. И дальше, типа, тоже начать пилить. Вот. Это делается помощью гитпула. Будет это ужасно некрасиво. Вот. Второй способ это взять, сделать rebase, грубо говоря, и сказать, так, чуваки, теперь я вот беру вот моё состояние, которое я здесь повасил, и вот мне надо теперь его подвинуть немножечко. То есть возьми, пожалуйста, мне все мои состояния и подвинь. Это гитрибейс. Как-то так. То есть, грубо говоря, мы говорим, что начало нашего, то есть начало нашей работы будет теперь не вот с 23-го, чего там, февраля, марта. там, раскопка, 26-го сентября. И дальше все наши изменения, они будут уже идти до 26-го сентября. Понятное дело, что у вас будут какие-то конфликты, которые у вас там могут создаться с помощью, ну, то есть, потому что мастер другой. Но их надо будет порешать. Я проверю все-таки это. Да. Окей. Но есть еще более интересная вещь. Этот гитрибейс может делать такую интересную штуку, которая говорит, а давай-ка ты в эту штуку состояние возьмешь и как бы, ну, как бы, самого себя замкнешь. Вот. И гитрибейс минус и это вообще сквошинг. Сейчас покажу, что это сделает. Оно говорит, вот тут есть, если почитать команды, это то есть pick, reward, edit, squash, fix, fix up. Но реально вы можете сделать следующее. Можете сделать squash и написать здесь pick, там, fix, hound, не знаю, comments. Вот. И тогда он так возьмет аккуратненько, сделает прикольную штуку. И теперь ваша редко будет выглядеть как так же. Почему ты выглядишь так же? А их, наверное, было еще больше, да? А их было. Их было больше. Я просто не все захватил. Давайте еще раз. А их было 15? Серьезно? Сколько ты время вчера потратил? Часа четыре. Часа четыре, видимо, да. Вот. Change. Ложь. Ну, то есть, еще раз проведем эту операцию. Я думаю, было восемь. Вот. То есть, грубо говоря, смотри. Эй, ты свои комменты как бы взял, так и вместе все слепил в один, и получился такой красивый коммент имплемент home task 1, и потом сверху появился. Ну, или появится. А, это он и был, я теперь упоминал. Ну, то есть, вот он. Советую так всем делать. Вот. Это... GiveDif. Это прикольно. А я вообще обещал с ним запускать. Да? Блин, как вас я запускать? Надо же найти ваш, ваш никнейм. Я забыл по секундочку. Как там папка называется? Эээ... Вот так вот. О, да, здесь было прикольно, что-то я помню. 2015. Бабам. 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 И... Рубь 1рб. Бум, смотрите. Тут, да, конечно, терминал. Вот так поправить. Он выглядит так. Клево. Смотрите, еще второй момент, который я заметил. Когда вы добавляете файл в commit, да, то есть, вы... Ну, я уверен, что большинство из вас сделал как git commit минус am, там какую-то фигню написали. Да, где m это месседж, а это добавить все. Это не очень круто, потому что реально вы часто на такая есть на спеце штуки, которые вы добавляете непонятные. Пример. Здесь добавлен какой-то точка swap файл, ну, который там, бинарный файл, который непонятно что. все. Выглядит он вот так. А, даже вам, смотрите, вам нельзя. Вот. При этом, Влад явно пользовался чем-то типа нано? Пользовался нано? Нет. Пользовался нано. Точно? Вот. Ну, вообще пользовался, скажу секрет. Да. Реактор нано, я прям как цвей дарился поговорить. Пользовался нано. Он такой немножко падл, он все время создает такие файлики, стильные на конце. Типа, как копия, которая до того, как он ее детальтировал. Вот. Если не заметить, то вы прям добавляете вот так и у вас теперь, то есть реально в домашке два файла. Вот. По кодам ничего не буду говорить, потому что там все, там еще дальше будет. Пока что все окей. Ну так, клево. Следующий пациент. Пам-пам-пам. Чин-чин-чуа. Друг из Китая. Есть сегодня у вас в дворе? Есть. Отлично. Сейчас мы тебя запустим. Извините, никто не находил код. Кто-то не находил. Кто-то не находил. Кто-то не находил. Кто-то не отдалил. Пожалуйста. Ничего. С кем не бывало. А тебя, наверное, нет. Может быть, я тебя потерял. Нет, все хорошо. 2015. Нет тебя. Ты согласился на нелегальную работу за рубежом, видимо. Китая. Ну ладно. Китаяский код, по-моему, не прошел. Поэтому мы его не запустим. Но что-то было явно веселое. Что-то из контактика. Вот. Что мне здесь понравилось и что я хотел покомментировать. Ну, понятно, все эти магические цифры, это ладно, это все ерунда. Мне понравилось, хотел даже спросить, почему ты сделал метод goal и сразу его вызвал? Что тебя это мотивировало? Нет, ну, то есть, ну, бывает, то есть, все классно, я так тоже делал, это все нормально. Есть, или просто так получилось, то есть, так получилось. Да, ну, то есть, реально, есть смысл разбивать ваш модульный метод, реально, если так думать, нет смысла, ну, то есть, прям, брать и вызывать их сразу сходу. Потому что, в принципе, если это все удалить, то так же сработает, как оно и было. Вот. Вот. Единственное, наверное, в чем можно подумать, это какие-то там, а-ля определение, ну, ограничение скопа, видимости ваших этих переменных, но здесь я этого не заметил. При этом, ну, молодец, что сделал метод, метод почистить экран, не копировал опять раз, как некоторые, вот, что тебе тоже респект. Вот. Но тебя почему-то не запустили, значит, пошло незаметно. Следующий. Наташа Бартинчик. Эй, привет. И тебя нет. Где они все? И кого-то не там. Может, у меня секундочку идет? Стыдно, уже стыдно? Я еще ничего не отпустил, подожди. А, подожди, наверное, я топлю, ты же вот так. Да? Ничего не изменилось, да? Подожди. Подожди. Ага, что происходит? Где вы все? Я смущен. Секунду. А, я же в репозитории, ну, в ладу, я там и остался. Все, все хорошо. Отправить панику. ПВД? Не тут. Не тут. Не тут. Все. Все стало хорошо. Наташа Мартинчик появилась. Отлично. Допустим тебя? Да ладно. У меня весело. Ну, все классно. Да. Не, на самом деле тут не смеется, а код, ну, очень-очень достойный для начала. У меня были вопросы, связанные с чем? Сейчас скажу, с чем. А, ну да, я уже просто на вазе потренировался, да, вот эти вот штуки, да, спокойно можно вынести метод. Это, как бы, ну, никто за это не поругал. Ну, мне понравилось. Многие так сделали, обращу внимание здесь. То есть, если у вас какие-то есть такие вот цифры, которые у вас там, типа, ну, вот тут не все, конечно, вы видите, G2, это, наверное, скорее не свободного падения смайлика. Вот. Ну, реально обычно очень трудно понять, что значит G. То есть, вот, или давать им какие-то более свойственные имена, или выносить в константы. То есть, ну, конечно, это не константа, потому что здесь она меняется, там, G, она, там, как-то. Это тебе на какой-то counter, почему-то он начинается с двух. Вот. Я не понял. Тут еще есть такая интересная штука. А, вот, я вспомнил, что я еще хотел показать. Кто-то вчера об этом спрашивал, в Рубе есть такой интересный способ, какой еще сделать, сейчас покажу. Ну, допустим, вот есть массив строк, да, и там какой-то такой странный строк, какие-то такие, они там, в конце с точками, еще некоторые там, в начале пробелы. Ну, и вам нужно сделать из этих строк, они такие нормализованные, грубо говоря, у вас есть строка, ну, с нормализованной, значит, у вас 13 с пробел, может, ты и спрашивал, кстати. Вот. У вас есть такое с пробелами, вам нужно сделать такую обычную, да, строчку. Вот. Для этого в Рубе есть такой метод, называется Strip. Strip. Вот. Ну, и write пробелы, всякие такие штуки с двух сторон. Причем есть LStrip, он убирает слева, и writeStrip справа. Ну, и Strip обычный просто. Вот. Ну, и логично, что когда вы это хотите сделать, у вас он, рубисты очень лениво, как я говорил, они не любят писать какие-то такие штуки, поэтому здесь можно сделать вот так вот. вот. MapStrip. Как-то фундаментальные вещи забываю рассказать. Вот. Ну, потому что в 8 вечера вы меня простите. Вообще в Рубе существует два типа данных. Конечно, это есть строки, да, со строками вы сейчас познакомились. Вот. Но есть такие же строки, только они символы. Вот. Кто понимал, в чем разница? Спецсимвол. Спецсимвол? Спецсимвол. Спецсимвол? Спецсимвол нельзя изменить. Вот, да. С одним элементом, по-моему, я не знаю. Может быть, нельзя? Не, можно. Видишь, все хорошо. Развращает строку. Да, на самом деле все правильно. Символы — это строки, которые нельзя изменить, они не мьютер. Грубо говоря, если у вас есть символ, и вы к нему пытаетесь убавить другой символ, то у вас ничего не получится. Он скажет, чувак, ну, ты в своем вообще уме. Вот. Но при этом, если у вас есть строки, конечно же, вот, то строки, конечно же, можно прибавить что-нибудь. Что-нибудь типа там, 1, 2, 3. Ладно, не дали. Вот. В этом есть прикол. Вообще символы используются для того, в группе часто, как ключи в басоваре, то есть в хэше. Вот. То есть обычно там выглядит примерно как вот так. ключ, символ, а значение какое-то там, значение. Вот. При этом есть, конечно же, форма записи более короткая. Она вот такая. Вот. Ну, по-соседней любят ракеты писать. Когда-то это было очень такой... Ну, типа, все время нужно писать, если ракеты было, а потом решили они впаду. Давайте не будем писать, будем писать вот так вот. вот. Вот поэтому все сказал по этой домашке. Там самые вкусные концерты, вы не расслабляйтесь. Следующий подопытный кролик. А, тоже очень много старался, кстати. Ну, боролся. Видимо, все одно и то же было, да? Да. Вот. Товарищ... Товарищ спецфизик. Спецфизик. И сегодня есть в аудитории? Или не зашел? Нет. Отлично. Да. Вот. Кстати, я прям прям порадовался. Знаете, почему я порадовался? Тут есть какие-то такие штуки с ними. Вот. Тут используются цвета. Кто-то слушает мои лекции. Я просто раз показываю, как можно выводить цветной текст. Вот. Я поэтому хотел эту эту штуку запустить просто. Цвета. Если тут был цветной текст. Цветной не черно-белый, в смысле, автор американский, а цветной. Вот. Клево. Хорошо. Ты сделал стопа. Да-да-да. О чем я... То, что я обратил внимание, я сейчас скажу. Сейчас. Я пытаюсь вспоминать. Угу. Угу. Ну, да. То есть, кому мне скорее то, что мне не понравилось, то, что здесь похоже на одинаковые куски конус. Они реально вот такие. Да. То есть, если посмотреть на них, они реально одинаковые. Ну, вот реально они отличаются только одним символом и одним вызовом метода. Вот. В принципе, так как вы знаете уже про блоки, то можно было сделать примерно следующее. То есть, я бы сказал, что это надо делать как... Ну, и понятно, что блоки довольно тяжелая штука, но давайте просто попытаемся это сделать. где мой вип. А-а-а. О. Все стало лучше. Смотрите. То есть, в принципе, можно сделать метод, я не знаю. Как его назовем? Давайте. Как назовем такой метод? цвет. Светом. Print covered. О. White. Вот. Который принимает себя condition, символ и блок. А? Нет. Вот так вот. А? Потом мы это все делаем так убираем. Красивенько. А, у нас человек как бы себя понимает текст, типа, да? Ну, то есть, говорит еще текст. Почему бы нет? Здесь мы все это уберем как текст. Input. Text. Гц. Бум-бум. Ну, и понятно, что этот будет наш condition символ. Мы занимаемся рефактором сейчас. И здесь будет что-то типа аля. Print. Блок. Call. Text. Ит. Вот. Соответственно, все эти штуки можно было прикольно переписать. Если у нас такая ерунда, то мы передаем input text. В condition символ там был ampersand, по-моему, да? Вот. И передаем блок, в котором мы говорим, что у нас есть какой-то символ. Символ он будет красный. Ну, и вот при этом это все прямо убирается. Ну, я условно. Вы же понимаете. Вот. Deadly code делается в 4 раза короче. Вот. При этом как бы вы сохраняете свою там, yellow и red. Ну, вы поняли где. Это рефакторинг. Вот. Так все классно. 169. Шаглок. Решался мне занять? Да. Молодец. И давай Кирилл прият. Сейчас мы тебя запустим. Полтаск 1. Домашка 1. Кораблик. Откуда? Все. Конец. Ну, это было забавно, да. Таких авторчиков я не брал, потому что, в принципе, да. Понятное дело, что самый простой алгоритм сделанной домашки было нафига себе каких-нибудь кадров засунуть в массив и вывезти по очереди. Вот. Я такие тоже за решение не понимаю, потому что они, ну, то есть, Ruby-то вы запустили, значит, проверили, все хорошо. Вот. Мне понравилось, ну, прям, реально все цифры сидел просчитывал сам, да? Да. Все цифры сидел просчитывал сам. Нет. То есть, я тоже, где-то уже батырил. Не, я просто наугад. Наугад? Ну, да. Вот. Я хотел здесь поговорить про такую интересную штуку под названием System Clear. Вот. Вообще, все знают, что делает команда System? Ну, как-то я погуглил странно, да? Ruby System. Вот. Даже давайте вопрос задам по-другому. Вот. То есть, я вот сейчас то, что буду говорить, не факт, что это так работает, но это мое предположение. Поэтому, если это работает по-другому, вы меня можете переубедить. Вот. У нас есть два варианта. У нас есть такой красивый путь, который какую-то херню вывозит, вот просто какую-то хернющую. Вот. И у нас есть System Clear. Как это работает? Что работает быстрее? И как? И почему? Ребятки. Кто бы использовал первый способ? Ну да, вы это использовали. А кто второй? А почему второй? Знаем очень проще. Красивее. В психике так было. Ну, в психике так было, да. Я знаю. Только там был, по-моему, System CLS. Такой. Как-то вот так. И клик тоже. Может быть и клик, да. Реальность такого, что те, кто бы использовал первый способ, были бы, скорее всего, правы. Я не говорю, что это правда, но смотрите. Команда System, на самом деле, если вы когда-нибудь ее запускали, она вызывает вам любую команду, которая у вас в системе. Допустим, у вас есть там OS. По-моему, она что-то тоже возвращает, типа там, ну, если мы сделаем Echo 3, то она вам читает 3. Она вызывает ваш системный shell, который вам что-то делает. При этом у меня есть такая особенность, которая очень интересная. То есть, ну, реально, вы можете вызвать любую команду с помощью команды System. При этом эти команды будут, там есть разные разновидности, есть System, есть такие обратные кавычки, которые делают clear, и System, и что-то 3, если я уже не пробовал это звучит. При этом System, он очень интересный. Он создает вам форк вашего процесса, и в рамках его вызывает вашу команду, которую вы придаете ему в качестве параметра. Да. Поэтому, как вы сказали в первом ряду, это долго. Ну, не что прям долго, что вы там прям будете сидеть два часа ждать. Вот. Но, как вы понимаете, создание процессов – это такая стратная операция. При том, что Puts вывозит какие-то непонятные символы и работает быстро. Вот. Поэтому, ну, что вы понимали, что делает команда System. Ну, работать работает, то есть, я не спорю, все видели. про System поговорили. 113. Кто следующий? Все ответились? Нет. Передавай. Да, все. Короче. Кто там ответил? Окей. О, тут перекладка. Я тут даже комменты закрою. Там вот эти комменты какие-то странные. Я пытался понять, что это значит, но… Ну, то есть, я понял, что это значит, но как-то… Оно считает… Ну, вообще есть такая штука, она называется… Помню, называется цикломатическая сложность? Это какая-то другая сложность. Суть в том, что, когда ты пытаешься делать какие-то очень-очень такие сложные кондишены, грубо говоря, вначале что-то там вычислял, вычислял, потом вот еще какие-то посравнивал, вот, то ты потом просто будешь сидеть вот так вот думать. Типа, почему это вот так? Типа, там, and-and, что-то там еще с чем-то еще сравнивается, плюс или-или. Вот. Что… И на каким-то по своим очень хитрым алгоритм посчитывает эти вот сложности, и прямо тебе говоришь, что так типа делать друг мой нельзя. Вот. При том, что алгоритм я так и не понял. Ну ладно, речь не об этом. У вас какой-то вопрос есть впереди? Нет? Окей. Запустим товарища… Как там? Я уже потерял. Какой-то ниндзя, короче. Евгений Ниндзя. Вот. У него тут летает комар, насколько я понял. Это больше похоже на калибри. Это калибри? Калибри или каман? Камар. Ну, потому что похоже на калибри, но называется москита. То есть, ну, вроде бы как камар. Ну, ладно. Мне на самом деле интересен код, который он написал. Я подозреваю, что скорее всего он не знал, что делает, но мы сейчас с вами рассуждаем. Смотрите. Давайте следовать коду, да? Ну, пропустим эти всякие штучки. Там мы как-то их заполняем, это все херня. Попустим, что будет к вам. Парам-парам. Смотрите. У нас есть москита. Это что? Это массив объекта. Кто-нибудь знает разницу между такой ерундой и такой ранью? Да. Нет, не знаем разницы или нет, нет разницы. Ну, да. Популярный ответ нет. То есть, ее нет просто. Ну, то есть, ценностический сахар, что так, что так. Вот. Да. Смотрите. Мы заполнили массив, и потом сделали следующее. DevMoscitEvice19. Что мы сейчас сделали? М? 19? Нет, ладно. 19. 19. Что мы сейчас сделали? Вот сделал. Кто знает кричите? Все говорят что-то? Я не могу понять, что. Кто уверен? Давайте. Громко. Сделали функцию, да? Правка метод, который возвращает 19. Ну, где мы его сделали? На массиве 19. Вот. Ну, то есть, как мы вообще сделали функцию на массиве? Ну, то есть, как мы вообще сделали функцию на массиве? Это как-то странно. Ну, это работает. Вы видели, да? То есть, я не вру. Это все работает. Вот. На самом деле, все очень прикольно. Мы немножко перемещаемся в, там, в войск работы трубе методопограммирования, но, тем не менее, я не думаю, что Евгений, да? Евгений догадывался, что он делает, но он реально объявлял метод на объекте. Скоро говоря, эта функция существует только для этого объекта, этого массива. То есть, так делать Ruby можно. Ни разу так в жизни не сделал, кроме как показываем студентам в плане production. Но это довольно интересный способ. Еще более интересно, как это работает, но мы с вами об этом поговорим. При этом, я только не понял, почему мы используем систему Sleep. Даже интересно. Он работает зря. Sleep. Да. Что делать Sleep вот так вот? Нельзя. 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 Нельзя ничего. Нельзя. Ну, простите, мы поговорили с вами. Кстати, map2u, вот прям вот то, что я вам сегодня говорил. Вот. Ну и вот этот способ, который вот здесь вот есть, обратный кавычек, это вызов того же самого st2 size. Вот. При этом, при этом, смотрите аккуратнее, почему. Потому что вот такой способ. Ну, кстати, вот давайте обсудим, почему вот такой вот так вот может быть плохо. Почему оно может не сработать? Терминалы разные. Ну да, то есть, как я сказал, терминалы, вообще операционные системы разные, да, то есть, допустим, если бы вы пытались спускать в Windows, не дай боже, вот, то скорее всего это не заработало, вот, потому что вы реально вызываете системную функцию СТУ, которого может не быть, вот, поэтому лучше использовать какие-то там гемы и так далее. Ну, как-то вот так. Так, в принципе, все прикольно, единственное, что вот мазки, которые прям так вот, ну, даже интересно. Я удивился. Был удивлен, приятно. Так, кстати, все, кто, все, кого мы сегодня разбираем, они все сдали свою домашку и не счастливчики. Боже, с ними даже не смеяться. Это у нас здесь Пикачу. Я просто хочу его запустить, честно говоря. Настя Набаковская. Есть сегодня в зале? Да. Отлично. Каким образом слева связалась Пикачу? Детский. С детства. А кто в детстве приезжал домой и себе записывал мультики? Вот эти вот. И магнитофон. Было, да? Чего опять? Не все в этом возрасте, может быть, были. Но я писал, я бежал. Я помню, что на ней были 14.30, а пары заканчивались 14. Ну, пары. Уроки. Вот. И поэтому приходилось. Вот. У нас нет гема. Мы сейчас его поставим. И у меня был магнитофон, который записывал. Там можно было таймер ставить. Иногда трубальное электричество дома, и тогда таймер сбивался. Я очень настраивался. Было уже время. Я к нам пытался смотреть покемонов сознательного возраста? Да. И как? Понравилось? Это я пока о вас заговариваю. Пока код обсудим, пока ставится гем. Да, во-первых, большой респект Насти за использование многострочных строк, кто-то все-таки слушает мои лекции. Вот. И что мне еще понравилось, когда мне понравилось, то, что Насти использовала библиотеку Курсис. Это было одно из самых правильных решений. Курсис – это такой гемчик, написанный на Рубе, который может вам спокойненько сказать, какой у вас размер экрана, насколько я помню, что-то еще. Да? Что еще он умеет делать, кроме как говорить о размере экрана? А, он умеет ставить какие-то позиции, рисовать какие-то позиции на экране и все такое. То есть реально, ну, очень-очень-очень-очень приятная штука. Вот. Сейчас запустим пикмон, Астасий. У-у-у! Кто-нибудь смотрел пернографию с Пикачу, да? Я просто предупреждаю, не надо этого делать. Я как-то, как-то... Креста знаю, что вы сегодня будете вечером заниматься. Не пытайтесь, не пытайтесь это делать. И когда вышел эта новость, я решил, это же стало интересно, а потом я решил нет. Что-то еще интересного здесь, то, что Настя использовала иншу, что, в принципе, правильно. Вот, потому что... Кто вообще знает иншу, бегин и все такое? Откуда это вообще взялось? Вот. Я вам это не сказал, и это потом создал, когда вы это все писали. Ну, реально, бегин... То есть... Нет, ребят, мы заняты чем-то, ладно. Не буду их отвлекать. Реально это выходит в обработку ошибок в Ruby. Об этом тоже я вам забыл немножко рассказать. Я думал, что вы там погуглите, да? То есть, в принципе, все, как у всех. У вас есть какие-то... Какая-то конструкция для обработки ошибок. Она будет, примерно, вот так. Здесь у вас в бегине есть какой-то код, который вы пишете здесь. Какие-то методы вызываете. Потом у вас есть rescue, который вам какие-то ошибки пытается словить. Пытается, естественно, какую-то информацию там в них передать. И есть иншур, который говорит, типа, что выполнить, пожалуйста, когда ошибки в любом случае выполнить. При этом есть интересный статус синтексис в Ruby, который делает следующее. Заметьте, что вам нужен такой блок, который begin-end, да? Здесь begin, здесь end. Между ним все происходит. Если вы пишете такие штуки в методе, то вам такое не нужно. Вы можете писать какой-то здесь код. Вот. Здесь писать какой-то оборот каких-то исключений. И так далее. Ну, естественно, иншур так же работает. Поняли деле? То есть, если вам нужно вот прям как в рамках одного метода ловить какие-то ошибки, их обрабатывать каким-то чудом, то можно begin-end опускать. А так все очень просто. Чтобы... А, естественно, чтобы кинуть ошибку, у вас есть замечательные слова race, exception. Они могут быть разные, да? То есть разные ошибки. Про них вы это узнаете. Аргумент error, допустим. И есть fail. Аргумент. Такой полный fail у тебя в программе. Я, честно, даже уже не вспомню разницу между race и fail. По-моему, это что-то типа а-ля синонимов. Там какая-то есть небольшая разница, как они это все обрабатывают, но вам рекомендуется, по-моему, использовать fail. Это можно почитать в рубе StyleGuide. Там про это написано, когда какую использовать. Это вот про ошибки. Пока все. Следующий вот. Мы подъезжаем к самому вкусному. Я самое вкусное это отбирал снизу, а потом от обосновья накидывал. Глеб Микулько. То есть, заметьте, он сдал с первого раза. Пишет идеальный код сходу. Или очень мало кода пишет. Нет, пишет идеальный код. Вот. Есть сегодня Глеб? Нет? Есть. Есть. Отлично. Вот. Мне прям, по-моему, понравилось. Мы сейчас это допустим. Тут... А, я снесу от ребенка. Крутяк. Что мне понравилось? Что мне понравилось? Что бы я советовал сделать? Где он делался? Какие же какие-то длинные пути? Глеб. Микулько. Глеб. А вообще можно сделать так? Зачем надо все? Вот так. Глеб. Вот. Смотрите. Ну, во-первых, как бы, Глеб молодец. Он сразу начнет думать о функциональном объектном языке. Он прямо сделал класс, который называется аниматор. И у него такая функция есть, аниме. То есть, оно анимирует. Вот. Что очень правильно, на самом деле. Потому что, ну, у вас есть класс, который, как бы, ну, вводит на экран. Он делает одну функцию, делает ее хорошо, если так об этом поговорить. И так далее. Вот. Поэтому Глеб за это большой респект. Что он сделал класс, он не писался в кучу. Вторая интересная штука. Что мне, возможно, понравилось или что-то не понравилось. Вообще, вот, многие такая штука была. Почему все данные запихиваете в код? Ну, реально, если подумаете, то вот эти вот, ну, анимации, это вообще данные, да? То есть, вы можете вообще в теории сделать такой алгоритм, который говорит, возьми, пожалуйста, мне любые, там, файлики с анимацией и анимируй их, там, с каким-то тайм-аутом. Вот. То есть, почему-то все пытаются запихивать анимацию в код. Ой, анимации, данные. То есть, если вы прошлый раз были на лекции и слушали меня, я вообще говорю, что, в принципе, в Ruby, если совсем уже падают какие-то файлики читать, есть такая штука. Нет, как-то она по-другому делалась. Вот, где можно внизу писать данные. Если вам так совсем уже падают читать все это с файла, то можно все эти штуки вот так запихнуть вниз. Вот. И это были бы данные, которые вы брали бы в одном файле из этого. Ну, почему-то вот все решили, что вот так прям прикольно. Вот. Вот, поэтому фреймы читаем все классно. Здесь все сплитим туда-сюда, бегиним, пиншурим, закрываем. Прямо красота. На самом деле, единственное, чтобы я мог посоветовать, наверное, все-таки еще больше, все-таки мы уже пошли в сторону каких-то методов и чего-то такого, еще больше разбить наш класс. Допустим, как бы, ну, вот это вот явно какая-то инициализация курсоров, еще такого. Допустим, frame-wide и frame-height, да, которые здесь у нас есть, они, во-первых, смотрите. Сейчас, секунду. А, ну да. В принципе, вот это вот все, это явно конструктор. Ну, в принципе, да. То есть мы же, как бы, данные вот считаем один раз, и где-то их даже. То есть, это явно конструктор, поэтому тоже не забывайте про это. То есть многие такие вещи можно кинуть. Допустим, позиции курсора, позиции курсора тоже можно там сделать какое-то что-нибудь, типа, инициаясь курсор-позитор. Вообще, в Рубе есть такое соглашение, в многих заказах есть такое соглашение, что ваши методы в идеале не должны превышать 5 срочек кода. Потому что, когда вы считаете больше 5 срочек кода, вам довольно тяжело в них разбираться. Ну, и так далее. То есть, как бы, когда вы пишете очень много маленьких методов, которые друг друга вызывают, вы одновременно можете прийти к нужному моменту, который у вас там плохо работает или не работает, и просто его осознать, почувствовать в коже прям всей своей жизни. Потому что, когда у вас метод, который делает 100 срочек кода, вы тратите огромное количество времени, чтобы посчитать, дойти до нужной строчки, потом вы понимаете, что, ага, где я вообще сейчас не нахожусь, ну, и вот так начинается. То есть, и вы пытаетесь понять, что вообще здесь происходит в этом срочек коде. Поэтому 5 срочек кода, конечно, я, то есть, не требую от вас, я и сам никогда не пишу 5 срочек кода, прям всегда, но стремиться к какому-то минимализму, ну, просто маска и обязаны. Вот, вообще, как бы, ну, с точки зрения дизайна, очень правильный дизайн в плане домашних заданий. Мне понравилось. У нас осталось еще порядка 10 домашек, я буду сейчас очень немножко ускоряться. Мы можем сделать и большой перерыв сейчас, если ты хочешь освежиться, и продолжить. Сделаем? Да, давайте. Давайте, 5 минут перерыв. Важно, в принципе, там здесь написано список, список. А ты не все это разбираешь сегодня? Важно 45 просто. Нет, я разбираю тех, кто... про кого мне еще поговорить. Какие-то ошибки, или какие-то там, наоборот, какие-то прикольные идеи. Смотри, есть метод, там вычисляет значение цикла, и потом он из этого, ну, должен вернуть значение из этого цикла. Если я ничего не возвращаю, он мне ничего не вернет, потому что происходит цикл, ну, не вернет нужное мне значение. То есть, последний проход цикла не факт, что, ну, скажем, длиной массивный, но в цикле. Самый длинный метод на сегодня приключил. Если я не возвращаю, то он мне не возвращает нужный метод, потому что последнее здесь проход массива, а не его числение. А? Я писал, ну, ретарн, значение. Меня ругается вот, типа, то, что ретарн, значение. Может, это есть в ходе? Ну, может, я могу это посмотреть? Я на слуху щекотку, сложно вас поднимать. Я уже исправил. Ну, я просто хитро исправил. Короче, пишу ретарн, там А, мне пишут другая, типа, ты два раза возвращаешь, типа, резервный ретарн, можно без ретарна просто написать А. Пишу А, пишут ошибка, типа, найдено проблемное место в ходе. Ну, вот я видел, ты во вторник, и они были на лекции простые. Ну, вообще, вот такие вот вопросы, лучше с разводом находиться, потому что... Ну, я могу на мел написать, что примерно в том, что я имею в виду. Может, это сейчас у меня на комплект, а потом после лекции подойти еще раз просить. Ну, домашка на к тому вообще влияет, но я имею в виду, что я ее... у меня была возможность выполнить, если я ее вместе с двумя домашками знаю. Не особо. Ну, как, ну, я не знаю. Ну, я понимаю, это практика для себя. Я не знаю. Ну, влияет, потому что тебе надо будет, ну, дальше, кстати, еще более сложные домашки. Ну, и технологичные. Да, и более чем. Вот, у меня были ошибки там, я просто вчера посмотрел телефон, и возможности справки у тебя не было. Там вот были ошибки, ну, я просто сделал, ну, массив, ну, и, ну, шлипы, на задержку просто. И там ошибки посмотрел, и так понял, что в том, что нужно по файлам так правильно расписать. Ну, идёт. Картиночки в сети. Как тебя найти? Труднев. Ты с ним закрыл уже? Как? Труднев. Как это? Да. Нет. 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 Я же, наверное. О, это было. А, нет. Вот оно. Ну, да, вроде это. Так. Ну, вот я так понимаю, это в том, что в коде, да, вот эти вот сейчас? Ну, не совсем, это трейлинг спейс. Я желаю сейчас про них говорить, что такое трейлинг спейс. Ну, это не в коде, это. Ну, конечно, это в коде. Всё в коде. Ну, точно не должно быть в коде. Это должно быть как бы по файлам. В коде, да, по-моему, трейлинг спейс. Нет. В этом идее. Сейчас я сейчас про это поговорю. А вот такой вопросец. Вот, типа, используем какой-то ген и используем какой-то ген. И, например, у человека он не скачет. Можно ли его как-нибудь там в папочку положить в библиотечку с этим самым? Или... Можешь вопрос? Сейчас я сейчас по этому расскажу. Вот хорошая. Я вам второй раз осылал. У меня в сайте 13-митарий года. Я, может, не понимаю, ну... Я? Где они? Я... Ну, просто, возможно, я вам просто пол-реквест второй отправил после того, как я второй раз или третий, который отправлял. Ну, я сразу не заметил, что вот мне ещё раз тоже откоменсировал. Когда я вам отправляю второй пол-реквест? Да, может, что-то прицепануло. Мы просто сейчас что-то и не вижу. Ну, да. А, было что-то, если я здесь не дополню, я ушёл. Там был вопрос... Ммм... 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 Какие-то такие маленькие в штуке? То есть, в то время что-то было. Я думаю, он обычно здесь должен мне кусок вода перевезти, написать, да? Да, вот там здесь всё хорошо. Попробую ещё раз... Маконист. А... Я ставил шерестной джей, 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 джей. Я сяду, это понятно. Просто, 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 просто. Я просто не думаю. Снёс-попробую. Снёс-нёс, нёс-нёс, 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 восстановил всё, почистил все пакеты. Но, в чём забава, делаешь любое, любое вообще приложение. Не знаю, нодит или открываешь, или просто нёс-нёс, и делаешь новое, да? Ты понимаешь, у тебя остаётся, это векон, и метод. Как-то ничем. Векон... Я не упрямил... А, да, возможно, ты в браузер чистить кэш. Что-то полагает, что вы почистите кэш. Это как вы тоже. И что можно с этим сделать? Ну, просто, ну... Ну, реально, дико посчитать кэш. То есть, это реально, что... Векон, они дико кэшируются. И, конечно, браузеры отличайше кэшируют. То есть, реально, можно пробовать это, что-то удалять, типа старые деньги лежат, но... Просто я думал, что это какой-то, или по-даморски остался пакет. Окей, спасибо. Продолжим. Продолжим. Вы задали два хороших вопроса, я на них прям сразу отходу отвечу. Смотрите... Я забыл первый вопрос. Вот, отвечу сразу на второй, первый можно исполнить сходу. У вас... Часто, когда вы пишете приложение на Ruby, вы иногда используете гемы, да? Вообще, вы всегда используете гемы, если напишите что-то очень простое. И понятно дело, что когда вы что-то запускаете, то у человека эти гемы может не быть. Какие варианты решения данной проблемы? Ну, когда вы какой-то там... Ну, давайте так, давайте будем откровенны. Сомнительно, что вы запускаете приложение прямо... То есть, вы пишете приложение и даете каким-то людям прям, вот, чуваки, держите. Прям вот так. Скорее всего, эти приложения запускаете ли вы, или другие разработчики. Вот. Вот для других разработчиков, чтобы вы не понимали, что в вашем приложении используются какие-то гемы, что их нужно поставить, обычно делают следующее. в корень вашего приложения укладывается файл под названием гемфайл. Вот. Гемфайл – это файлик с такой определенной структурой. Сейчас покажу. там, сверху написать на rubi.games.org и там вы указываете все ваши гемы. Допустим, мы пользуем гемкурсов. Вот. То есть, когда другие разработчики скачивают ваш проект на rubi, они видят, что, ага, вы используете гемкурсов, вот, и поэтому вам нужен, вам нужно его поставить. Для того, чтобы работать с гемфайлом, есть такая специальная структура называется Bundler. Вот. Bundler, вообще, само по себе, это dependency manager в rubi, application dependency manager. Вот. Она очень классная. Если ты знаком с миром Java, то в Java этим занимается Mavin и что-то там еще. Если кто-нибудь работает в мире .NET, то в .NET этим этим занимается какая-то штука уже, боже, называется. там какой-то пакет менеджера, потом так называется. Как? Как-как? Альфред? Нет, Альфред это в Макосе. Как-то он там называется, там такая странная штука. Вот. Но сути во в чем? Сути во в том, смотрите, смотрите интересную проблему даже. Допустим, вы используете гем, который называется гем-А. Да? Вот. Вот. При этом гем-А, он зависит от гем-А-Б версии 2 плюс. При этом каким-то, каким-то интересным особенностям вы используете гем-Ц, вот. Который, который зависит от того же гем-А-Б. Вот. Только он использует версию, там, меньше двух. Вот. И это реальная проблема. То есть проблема зависимости. Причем вы понимаете, что гем-Б может использовать гем-Г, и там прямо такая очень большая-большая дерево зависимости. Секс-зависимость нужно решать. При этом, как минимум, главное то, что она решает зависимость, она нужно еще где-то, ну, делать вот там какие-то, фиксировать версии, которую мы используем. Почему? То есть, допустим, вы сделали, что у нас есть гем-курсы, он работает, он классный. Да? Вы там написали в своем проекте, там, require курсы, все классно. Но при этом, вы сами понимаете, что гем-курсы за через пять лет может совсем по-другому работать. Он может выглядеть как, там, у него может быть другой API, другие методы, другие там, функции. Вообще, он может сделать совершенно другое. Может, он вообще будет захвачен китайцами и написано через китайский. Там будет все на китайском. Такие странные роллы. Кстати, эта штука называется. Pull Emoji. Вы знаете, что можно прокомментировать эмоджики, да? А оно работает? Просто прям, я разве показывал? У меня не получилось. Скопировать. А, вот. Клево. То есть, ну, ужас будет работать вот так. Эй. Как виме вставить? Ладно, я, я бывает задумываюсь. Вот. Поэтому нам нужно реально зафиксировать эту версию гема, что мы используем наш гем версии 0.8.2. Потому что, скорее всего, ну, это то, что вот, на чем вы сейчас разрабатываете, чем вы используете. Вот. Для этого существует гем-файл. Для того, чтобы работать с гем-файлами, есть такая штука, называется Bunder. Ну, то есть, есть специальный гем, который выставится через гем. Он стал Bunder. Вот. Когда другой разработчик получает ваш проект, ну, видит. Ага. Чувак использует гемы такие-то, такие-то, гем-курсы. То есть, и он говорит, ну, вот я тут немножко спонул. Вот. Он говорит, окей, bundle устал, пожалуйста, поставь мне все гемы, которые чувак использует. Вот. При этом, самое интересное прикол, когда вы это все же разрабатываете, вы ставите гемы точно таким же образом, и появляется такой новый файлик, называется gamefile.log. Его тоже нужно держать в репозитории, он просто перечисляет, какие гемы вам, какие версии гемов вам нужно использовать и ставить. Так все в мире дружат. То есть, через гем-файл, гем-файлы. Если вы разрабатываете какие-то утилиты, которые должны работать сами в себе, ну, грубо говоря, вот если кто не знает, то в махе есть такая штука, называется brew. Вот. И я, насколько помню, может я уже не прав, но brew реально давно-давно был написан на ruby. Вот. Сейчас посмотрим на него. brew. Сейчас он написан на shelly, потому что, ну, понятно, что... А, нет, смотри, все хорошо. Brew написан на ruby. Вот. И... Если посмотреть на нашу библиотеку, где лежит brew. Эхо brew. Нет. Читир. Не понял. User local brew. Ну, вот. Суть в чем? Суть в том, что brew это такая системная утилита, в которой существует количество какой-то там, библиотек, которые она использует. Вот. Так как, конечно, вы не хотите... То есть, представьте, что вы как пользователь там, обычный мак, и вам нужно поставить brew. Явно вы не хотите ставить brew, потом идти в папку и ставить все гемы. Вот. Такие утилиты делают очень просто. Они берут все свои гемы и тачат их с собой. Скоро, когда вы ставите brew, оно берет все свои гемы прям с собой, так типа, о-о-о, мои библиотеки и прям с собой тачит. Только два способа, которые я знаю. Больше чего не знаю. Это был второй вопрос. Какой был первый вопрос? Ну, ладно. А, вспомнил. Сейчас мы по нему поговорим. Как раз это было домашек, который я хотел обсудить. Или нет, домашка? Да, вот это домашка. Да, в этом домашке все довольно, не о чем поговорить сходу, да, но есть одни интересные штуки. Кто видит такие вот пробельчики вот здесь? Вот здесь. Вот, например, вот здесь. Один. Ну, все видят, да? Вот это вот сверху такая подлазим пробел плюс. Все это не отличается, зачем он нужен здесь. Вот. Я думаю, что многие из вас получали такую ошибку, которая говорила что-то типа, а-ля, там, трейлинг вайспейс, да, трейлинг вайспейс. Вот. Реальность какова? Реальность такова, что когда вы пишете свой код, мне вот это сейчас, наверное, здесь не получится сделать. то есть, может быть, я получусь. Сейчас. Какой-то у меня сабл один. Саблами это красиво у тебя посвечивается. А, нет. В общем, суть в том, что... А, вот, да, кстати, все классно. Так. Когда вы пишете свой код, иногда вы составляете какие-то странные пробелы, которые никому не нужны. Вот, допустим, выглядит все хорошо, да, но реально если так, ну, выделить, то вы видите, что вот здесь осталось три пробела. Ну, зачем эти револиумы реально нужны? И с точки зрения, как бы, то есть, обработчика, они никому не нужны. Поэтому бот ругается на такие пробелы. Все, большинство современных HDE, там, всего такого, они обычно умеют смотреть, что у вас такие проблемы оставить, и автоматически при сохранении их удалять. Вот. Кого такого нет, или кто-то не настроил себе такую штуку, то будьте аккуратны. При этом есть такая еще интересная ошибка, которая говорит, что у вас в конце нету перевода каретки. Там что-то, типа, end of file, что-то там. Вот. Это тоже такая интересная штука. При том, что многие, я даже видел очень многих на продакшн проектах, боевых, такие ошибки возникают. Все очень просто. Суть в том, что, опять же, моя теория, я думаю, это, скорее всего, правда. Почему нужно ставить в конце файл символ перевода каретки? Это было немножко глупо и странно. Суть в том, что система контроля версии, то есть гид, она перелирует такими понятиями, как строки. строка, это все, что угодно, до перевода каретки. Таким образом, если вы на последней строке не ставите перевод каретки, то, ну, какие-то старые версии гита и прочее, вообще не очень понимают, закончилась у вас строка или нет. Вот. Ну, поэтому они говорят, ну, другой, ну, пожалуйста, поставь, потому что не трудно. Ну, то есть с точки зрения ее она выглядит так, типа шла строка, потом началась новая и не закончилась. И, да, это совершенно все правильно, он говорит. Поэтому все внимательно оставьте свои текстовые редакторы, чем вы там пишете, чтобы они вам в конце файла все время автоматически ставили перевод каретки. Обычно надо взять какой-то чек-боксик или что-то такое, чтобы это все делалось. Ну, вот. А, я не запустил, да? Какой я плохой. Евгений Ешкевич. И вас мы запустим тоже. Сыр курсос 2015. Евгений Ешкевич. Job 1. Ну, да, забавно. А, кончу, кончу, кончу. Хочу сказать, Евгений, как я заметил, сделал правильную вещь, один из первых. Он читает всю анимацию из файла. Да? Ну, это довольно логично, как я говорил, разделяете все-таки данные код. Вот. Вы можете таким же образом, там, сделать любую другую анимацию, и она будет у вас прикольно работать. Так. Какой-то у вас был номер 91. Но ускоряться. Я хочу еще немножко объяснить. Выберем еще пять. Почему-то я ее закрыл. Я плохой. Паровоз, 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 паровоз. Тут много комментариев, поэтому, извиняюсь. Просто мне тяжело ее проверять сейчас. Что-то простое. А, да, вот. Мне нравятся такие файлы, когда их открываю, я сразу радуюсь. Вот. Тут, короче, вот так. Я помню, почему я выбрал. У меня вопрос к Антону. Тут ты это руками делал? Серьезно? Антон, есть ли у него аудитории? Я знаю два типа людей. Одни это делают руками. Серьезно, прямо так долго, долго, долго руками. А другие пишут скрип, который это им делает. Вот. Вот. То есть, если бы это делалось руками, ну, то есть, все четко, все работает, все сдано. И Бот, наверное, не ругался. Тут просто все одинаковое. Ну, просто. Ну, прикольно. Ну, прикольно. А он, видимо, 80 символов влез. Или он просто Бот офигел под молнией. Он там просто не понял. Вот. Ну, вот. Прикольно. Я не буду запускать этого, потому что давайте только немножко времени. Сами запустите. В Windows тут уже есть. О, кстати, да. Тут чувак уже использовал. Чувак. Использовал геймфайл. Вот. Прямо. Прямо молодец. Прямо респект. Еще тоже написал readme. И все круто. Единственное, что у меня было тут вопрос. Вопрос, 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 вопрос. Вопрос. А вот. У матросов нет вопросов. Запускать тоже не буду. Мы ускоряемся. Осталось 20 минут просто. все, просто. Това тоже долго старался, но победил. Эээээ. Р Рыб Bell and Reels. Вот. Вот. Андрей Татаренко. У него тоже будет вопрос. тут овощи рубион реалс все круто у меня вопрос к андрею один ну да то есть как бы то что это мы сегодня уже обсуждали да то что вызывать почему глобальные перемены антон или андрей андрей есть готов держать ответ переменную не функции окей смотри лист объявляешь переменную на уровень выше чем нежно ты используешь тут работает старое доброе замыкание на видно я не верю извини я не верю вот поэтому вот так глобальные перемены это зло и используется очень редко с ума поэтому я понимаю что они будут красивые такие зелененькие а те такие беленькие вот да еще до вначале сразу к деньгам думаешь а сейчас покозим вот но старайтесь их избегать вот это был у меня такой вопрос сейчас лера николаева орицет даже писал мне очень понравилось почему во первых как бы здесь ну реально очень маленькая домашка ну то есть но на 14 строк поместилось до пенсии что такого в ней нету в этом тоже написано очень прикольно то есть так я так посчитал думаю ну вроде так не немного всего посмотреть тут как бы функция кет который это вводить экран как это ли код который код который там непонятно что делает вот ну и мы знаем что это количество две картинки на пас мы по 45 вводим это вот через один ну прям прям прикольно не знаю зашло сейчас запустим потому что к примеру что вот есть маленький котик который прям котик сюда вот он не работает знаете почему вот так кто знает почему я вообще запускаю она не работает я ну я знаю я сегодня в часике признал кому-то не совсем присутствует с учетом когда вы пишете файл рит вы как бы говорите дорогой мой файл класс файл прочитай мне пожалуйста файлик от какой-то там один текст но только в той же папке который час нахожусь учитывая что я еще запускают на скрипт относительно папки другой вот тут получается не очень хорошо правильно бы это было сделать как файл спонт пас то что я вам показывал да и файл и файл мы там наверно как-то вот типа вот так помню что такое вот скорее всего или не так может просто так не мою шинка от все хорошо вот так наверно так вот все заработает то есть почему почему то есть мы не говорили там но когда пишут так тоже работает так работает но не всегда он осталось две домашки одна из них тоже в ладика я знаю молился рассмотрим кого из вас рассмотрим давай у нас осталась одна домашка голос ведь дверь одна водика другая не возника вот на кого 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 давайте решайте это ладно хорошо вадик писал на питоне нет он писал на руби он молодец и сделал очень много правильных вещей вот просто почему я скажу почему я читал когда читал ты будешь очень сильно старался вот я просто скажу какие основные характеристики почему я подумал что воде писал на питоне ракет покрыть ракет файла на уроке 222 то что файл 24 а рокет рв это что это другой какой из них смотреть файл же файл ну да что-то летает вау вот во первых вадик почему-то решила сделать комментарии вот ну ладно версия еще прикольно вот в принципе глобальные переменные вот эта проблема вся вот вечная да смотрите то есть вы пишете камин то есть скорее всего версии 2 2 или версии 1 какой-то были глобальные переменные ну тут забывали какой-то из версии точно были вот дохвы или потом короче вады решили что больно херня убрал их но комментарии что глобальные переменные остались они были зачем это знать ну все окей смотрите в принципе просто скажу о чем два момента в принципе комментарии как бы в рубе писать ну вообще не принято не знаю почему но это не любит комментарии и в рубе тоже все считается что если ты пишешь понятный код то сам себя документирует ничем зачем тебе писать комментарии иногда комментарии кстати нужно да когда у вас есть какие-нибудь там адские штуки типа хак он написали посвечивать хак туду вот туду тоже не надо сильно вот ну как бы такие вещи которые не очень очевидно стоит написать при этом по-моему рыбаков ругался на то что нельзя сделать вот так кто не знает я наверно допустил вот то в рубе есть возможность множественного присваивания то есть как бы ну фича очень прикольная на самом деле то есть вы можете сказать что у меня есть а1 b2 ну типа вот а b все клево да вы можете сказать что у меня есть а b равно 1 2 у вас будет а b ну и так же вы можете сказать долевое количество штук а b c равно 1 2 3 то есть появилась c то есть как бы ну левая часть приравниться к правой почему вообще не так типа делать не очень правильно и не принято все очень просто такая такой прикол что когда рубит делать множество приставления он делает два массива вот ну то есть да он делает два массива из коробки в себе внутри и каждый элемент массива приравнив к другому элемент массива по памяти так далее это всего лишь было ну пересванивание объекта другим то есть вы бы не создавали целый overhead из создавания двух массивов поэтому типа это как ну в индустрии не принято ну вот а так очень прикольно мне очень понравился интерфейс в плане того что Вадя решил подумать и решил что можно вообще ракеты чем угодно рисовать да можем рисовать допустим буквы H это что-то такое и можно и программа прям меняется и ничего не работает ну потому что я криворукий таран таран ну а где кстати буква H ага с халатурем да а почему здесь три ракеты а подожди это какие то продиментальные куски коды остались а нет а почему у нас есть ракеты которые делают ракеты ракеты которые бум и ракеты которые анимает и ракеты которые делают рокет все как в питоне короче я понял ладно надеюсь сегодняшний занятий у нас не было полностью потрачено давайте посмотрим вторую домашку и ее немножко обсудим вторая домашка немножко сложнее чем первое а их 2 2 и 2 1 да а прикольно да тут 2 2 это 3 это немножко а вторая не такая сложная вторая ему сложнее чем третья сложнее чем или нет да все хорошо смотрите вам ну вы сегодня уже немножко слушали про геймфайлы да я уже немножко рассказал вам необходимо определить утилиту определить написать утилиту геймфайлер там прямо как она называется вот который будет делать следующие штуки допустим вы хотите посмотреть что у вас есть геймдевайс да да кстати да в геймфайле есть специальный фининс кто не знает там есть можно указывать ну версии допустим версии вот таким образом это называется этот оператор называется сперми сперматозоидный оператор вот он говорит что возьми пожалуйста мне версию больше чем текущая но меньше чем 2.2 то есть до второй циферки вот ну больше равно понятно больше равно чем 3.1 там до вечера ну и так далее ну вот три таких типа штуки вам сделается смотри то есть какой у нас интересный такая утилита интересная у нас есть разные утилиты утилиты разные версии библиотек да допустим вот геймдевайс который мы сейчас смотрим с вами у нас есть ну вот дохилищи версии просто есть прям куча 150 версий что-то такое вот и нам было интересно посмотреть какие версии мы можем взять нашего нашей библиотеки если мы напишем вот такой вот оператор ну допустим больше равно там 3.1 да ну то есть грубо говоря вы говорите геймфайлер девайс 2.1.3 он идет идет куда-то там на сервак смотришь что у нас есть 2.1.3 ага у нас есть 2.1.4 2.2.0 rc 2.2.2 значит нам нужно только 2.1.4 2.1.3 дает вам правильная версия которая попадает вот этот вот этот оператор все поняли идею вот какие требования здесь должны быть требования к чему пау 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 смотрите даже прикольно да я даже прошу вас вывести все версии данной библиотеки а те версии которые попадают в ваш какой-то паттерн ввести вводите красненьким потренируемся использовать красненький цвет вот тут есть входные параметры да то есть как бы отличие от той картинка которая у вас как-то там дергалась тут есть входные параметры которые вам нужно парсить да смотрите тут скорее цель этой вот утери так шаке научиться использовать различные библиотеки это и комбинировать методы с собой получать какой-то интересный результат грубо говоря тут есть три гема которые вы должны найти и использовать первый гем это который парсит ваши входные параметры второй гема это который умеет вводить красненьким вот и третий гема это который сможет сходить вам за версиями на этот портал это может быть не гем это может быть гем для того чтобы партить ваши входные параметры обычно есть разные гемы допустим есть гем ТОР вот ТОР который с мозгом такой вот у него есть свой интерфейс соответственно вы можете почитать его описание там вот описание в вики как его вызвать видите он там он вам делает какие-то description какие-то там штуки просто почитаете опять же есть очень простой называется options фарсер options фарсер это такая штука из коробки которая позволяет вам тоже парсить опции которые передаете ваши параметры у него такой интерфейс вот ну как то вот так требования можете почитать тут я написал что утилита должна быть поделена на независимые модули которые каждый должен быть представлен своим классом кто не понимает это требование модули это не значит модули которые в руби модули это такая абстракция то есть не путайте модули такое понятие кто понимает требования ну вот нужно больше классов нужно больше золота вот реально да то есть что я от вас прошу перед тем как написать код подумайте какие части системы у вас здесь есть ну давайте просто сходу прикинем да вам нужно принимать параметры часть системы ходить за версиями библиотеки часть системы эти версии библиотеки фильтровать часть системы и выводить часть системы у вас есть четыре как минимум модули которые можно придумать сходу которые в принципе сами по себе довольно независимы и могут сделать одну функцию очень хорошо вот как то так понятно какие то вопросы по домашке есть как это сделать или появится потом ошибки ну понятное дело что в работе программы могут возникнуть ошибки да допустим если вы явно что вы появились за версией библиотеки вот это там на сервер что если у вас нет соединения с интернетом у вас все упадет то есть я сказал бы что вам нужно правильно ошибки обрабатывать и сообщать пользователю что мой друг произошла ошибка там вот такая это обратись к разработчику напиши им письмо то есть ну именно скорее я хочу увидеть работу с ошибками то есть что вы думаете о том что у вас есть могут какие то ошибки возникнуть срок этой домашки будет до до среды ну да сейчас еще я это за 20 минут решу вон за 5 хорошо ребят всем хорошим ходом и у кого есть вопросы спрашивайте говорю вот вон вот там после то там вот и так